Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Дарья, и вы смотрите видео новости компании Skyway Capital, где мы вам рассказываем о самых важных событиях за прошедшую неделю. Смотрите в этом выпуске. Когда пройдет конференция Skyway в Париже? Музей струнного транспорта будет открыт на Экофесте. Skyway на конференции рельсового транспорта в Словакии. Наконец, завершены контрольные испытания струн Skyway. Технология Skyway будет представлена на Railway Tech 2017 в Индонезии. А теперь подробнее о каждой из новостей. 8 и 9 апреля в отеле Best Western Plus Пари-Орли Аэропорт Хотел Римжи состоится парижская конференция Skyway. Вас ждет встреча со всем руководящим составом Skyway Capital, которые выступят спикерами конференции. Вы узнаете самые последние новости проекта, подробности предстоящей сертификации и Экофеста, который запланирован на лето и обещает стать интереснейшим фестивалем из уже проведенных. Конференция переводится на разные языки. Участие лидеров регионов, экспертов и топ-экспертов в компании обязательно. Будьте первыми! Будьте с нами в Париже! На Экофесте, который пройдет 1 июля 2017 года, состоится долгожданное открытие Музея струнного транспорта. В музее будут представлены в основном экспонаты из различных периодов истории развития струнной технологии Skyway. Особое место займут имена инвесторов, благодаря которым стало возможным строительство экотехнопарка. Таблички с именами инвесторов, внесенных в соответствующий реестр, уже создаются и станут для создателей музея главной частью экспозиции. Хотите попасть в этот почетный список? Успейте инвестировать до закрытия списка 16 апреля 2017 года. Осталось совсем немного. Виктор Бабурин, заместитель генерального директора по развитию ЗАО «Струнной технологии», принял участие в форуме рельсового транспорта 14 и 15 марта в Братиславе, в Словакии. В третьем блоке программы Виктор представил видение группы компаний Skyway мобильности 4.0 – одной из трендовых тем среди ведущих представителей индустрии. Вы можете посмотреть запись выступлений Виктора в разделе «Новостей» на нашем сайте. На прошлой неделе завершились контрольные испытания «Струн» Skyway. Это было последним мероприятием, завершающим подготовку к натяжению струн внутри рельсов легкой трассы. С наступлением весны и успешным завершением испытаний подвижного состава и путевой структуры в имитации аварийных режимов все было практически готово к монтажу струн внутри рельсов, то есть к их натяжению, закреплению и бетонированию. Оставалось выяснить, выдержат ли они, равно как и приспособление для их зажима, проектные нагрузки. Испытания прошли успешно и вскоре в Мариной Горке начнется работа по монтажу струн. Группа компаний Skyway продолжает свою работу по освоению азиатского рынка и установлению деловых отношений в этом регионе. Будет проведена презентация технологии на международной выставке и конференции железнодорожных технологий Railway T4 2017, который пройдет в период с 29 марта по 1 апреля в Джакарте, Индонезия. Компания планирует закрепить успех презентации на InnoTrans 2016 в Берлине, после которого интерес к Skyway возник в Индии и странах Персидского залива. Стенд Skyway на выставке Railway T4 2017, холл D2, место D2 G3 01. Внесите свой вклад в экологически чистый сад. Уважаемые инвесторы, предлагаем вашему вниманию новейшие пакеты, приуроченные Экофеста 2017, который пройдет 1 июля. С пакетами Экофест вы не только совершите выгодную финансовую инвестицию, но и сможете стать обладателем ягодного куста или плодового дерева в аллее Эко-технопарка. Эта инвестиция еще и в экологию, что очень ценно. Пакет Экофест 300 рассчитан на рассрочку в 2 месяца, ежемесячный платеж – 300 долларов. В этом пакете 87 тысяч акций с условием выполнения дополнительного бонусного условия. В подарок к этому пакету вы получите собственный ягодный куст, который закрепят за вами в саду Эко-технопарка. Пакет Экофест 500 рассчитан на рассрочку в 2 месяца, ежемесячный платеж – 500 долларов. В пакете 125 тысяч акций. В подарок к этому пакету – ваше собственное плодовое дерево на территории сада Эко-технопарка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова На сегодня это были все новости. С вами была Дарья. До новых встреч!